Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфортвэк, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «За вожуха, оплакивая мертвых, разбивая молнии» облегчаем вам выбор препарата при наличии аналогов. Очень часто бывает, что у препарата есть множество аналогов, и нас постоянно спрашивают. Уже все это просто набило оскомину, все равно будем к этому возвращаться, пока от зубов не будет отлетать. Михаил Юрьевич, здравствуйте, из представленного материала неясно, как найти производителя действующего вещества, фармацевтической субстанции. Давайте еще раз пройдемся по этому. Это очень действительно много, причем обратите, пожалуйста, внимание, вот вы сейчас нас послушайте. Я вас очень прошу. Вот эти знания годятся для выбора абсолютно любого препарата, не только психотропного. Вы будете выбирать антибиотики. Это очень важная вещь, ведь антибиотики – это не психотропные препараты. Это речь идет о жизни и смерти человека, поверьте мне. И вы тоже можете применить эту методику. Но если вы можете применить эту методику, почему вы не смотрите наш плейлист, который называется «Как покупать препараты в аптеке?» Там все рассказано. Вот этот Олег не хочет смотреть, он хочет задавать вопросы. Но что это такое? Вы не только, понимаете, вы не только теряете деньги, вы теряете жизни своих родственников, своих близких. Зачем вы это делаете? Стоит, обратите внимание, набрать в Яндексе «Государственный реестр лекарственных средств». Ну, что вам стоит набрать эти слова? Обратите внимание, вот он, ссылочка там внизу, тут же она появляется. Ссылка на этот «Государственный реестр лекарственных средств». Открывается вот такая картинка. Мы для того, чтобы оформлять наши слайды, все время делаем цвет приглушенный. Мы убираем эти цвета. Некоторые пишут, а у нас совершенно другие цвета. Вот такие цвета у вас появляются. И там есть такое окошко, куда вбивается название препарата. Международный не патентованный. Ну, вы можете не знать международный не патентованный. Но просто хотя бы, знаете, торговое название тоже туда вбивайте это торговое название. Смотрите. И тогда у вас получается данные, какие мы сейчас говорим. Мы будем говорить сейчас на примере. Ну, это ссылка на журнал Всемирной психиатрической ассоциации. Дальше пойдут два слайда, которые относятся к этой статье. Мы будем сегодня говорить опять об арипипрозоле, который входит в верхнюю эту самую, там вот каждая планка. Это достоверность снижения, достоверность снижения риска обострения. Так вот, высокая достоверность. Шизофрения имеется в виду при поддерживающей терапии. Вот препарат арипипрозол входит в эту группу с высокой достоверностью. И это единственный препарат, который самый лучший антипсихотик в плане переносимости при поддерживающей терапии лучше не бывает. Входит в группу средней достоверности по риску возникновения побочных эффектов при поддерживающей терапии. Поэтому при арипипрозоле мы еще раз будем говорить. Вот, например, вы вводите слово арипипрозол, как МНН, международное непатентованное название. Хлопаете на поиск, и у вас появляется список арипипрозолов. Вот он, этот список. Дальше вы на этот список можете кликнуть на каждый из этого. И тогда у вас открывается большая таблица, в которой ясно, откуда происходит фармацевтическая субстанция. Поняли, я надеюсь, как это все делать. Почему важно определять, откуда фармацевтическая субстанция. Фармацевтическая субстанция – это главное, что есть в препарате. Это то, что в препарате действует. То, что работает. Это и есть само лекарство. Оно может быть не очень чистым. Потому что производство фармацевтической субстанции – дело сложное. Это много цепочки с химических реакцией. Некоторые не убирают из этого чана, где это вещество изготавливается. Не убирают всякие примеси. Так и оставляют. То есть, это куча различных проблем. Как синтезировать? Это тоже большая проблема. Потому что не всегда компания, которая, оригинатор, которая производила бренд, она не всегда вовсе не обязана открывать, как она делала. Какое производство было налажено при производстве своего препарата. Прошу прощения. То есть, вот это такая проблема. И вот поэтому очень важно, откуда фармацевтическая субстанция, где она производится. Другое дело, что, конечно, в любой таблетке есть различные вспомогательные вещества. Они предназначены для цвета, для улучшения вкуса, для улучшения растворения. Наоборот, задержки растворения. То есть, куча различных веществ. Но они очень простые. Везде, например, можно в любой стране мира найти крахмал. И произвести... Вот почему я не советую смотреть на... Не смотрите на упаковки, где произведено. Вот эту таблеточную машину, где производится фармацевтическая субстанция. А скажем, для того, чтобы насытить рынок психотропными препаратами нашей отечественной. Для этого достаточно там нескольких мешков фармацевтической субстанции. По 60 килограмм на год хватит всей нашей стране. Поэтому вот эту таблеточную машину можно установить где угодно. И фасовать этот самый препарат из фармацевтической субстанции, которую вы взяли за границей. Вместе с вспомогательными веществами, которые вы можете взять за границей, а можете здесь взять. Вот в любом месте это можно установить, и все будет нормально. Зачем я это все рассказываю? Обратите, пожалуйста, внимание, мы об этом говорили. Вот, например, арипипрозолы. Откуда берется фармацевтическая субстанция для трех арипипрозолов? Вы видите, арипипрозол озоновский, арипризол, амдаал. Вот это все берется субстанция из Индии. Одна и та же компания. Heterolabs Limited. Но посмотрите, какой разброс цен. От 3 700 до 5 400 рублей. Вот почему такой разброс цен? Одна и та же фармацевтическая субстанция. Очень многие врачи, они говорят, мы этого вообще касаться вообще не будем. Это не наше дело. Мы выписываем по международному непатентованному названию. Я сломал ногу в трех местах, да? Не ходите больше в эти места, с вас 100 евро за прием. Вот они возьмут с вас 100 евро за прием, если это, предположим, частная клиника, и не скажут вам, что этот препарат фактически из одного чана, то есть из одного и того же места этот препарат, понимаете? А разница-то в цене? Ну, неужели это вам не важно? Я считаю, что это очень важно. Я считаю, что врачи на самом деле должны быть на стороне больных. Они должны честно сказать, что вот есть три препарата, которые фактически одинаковые. Но стоят они, чуть ли не один в два раза по цене отличается от другого. Я считаю, надо об этом говорить. Потому что в против... Да, есть у нас... Ну, мы писали про идиота Сычева, который прямо утверждает, что не должен врач вообще об этом рассказывать. То есть врач должен какую-то тайну хранить. Почему врач должен хранить тайну? Почему врач не может рассказать то, что есть в открытых источниках? Почему врач не может встать на сторону больного? Ну, потому что придет больной, например, к фармацевту, скажет, дайте мне арипипрозол. Международное мне патентованное название. Так написано в рецепте, потому что так сейчас требует. И дальше, что будет делать фармацевт? Вот как вы думаете? Вот у него, например, есть амдал и арипипрозол. Вот что фармацевт, первостольник, который стоит в аптеке, вот что он даст пациенту? Не знаю, честно говоря, что он даст пациенту. Он может дать за 5400, а может дать за 3700. И это зависит, на самом деле, от многих условий. Это зависит от того, какую зарплату получает фармацевт. Что он думает по поводу пациента? Как он оценивает его финансовые возможности? Вот так вот на вид смотрит и оценит его финансовые возможности. Причем я больше, чем уверен, вот 100% я уверен, что этот фармацевт не знает, что у этих препаратов одна и та же субстанция. Он думает, что один препарат отечественный, а другой препарат, например, там, я не помню, венгерский. Вот он так думает, посмотрев на коробочку. И дальше он посмотрит, ну, вроде это человек состоятельный, давайте я ему предложу европейский. А это так себе, давайте я ему предложу российское. А это одно и то же. Ну, что вот это такое? Вот это я, это я справа. А разница в цене 1700 рублей. Поэтому я считаю, что выбор должен быть совершенно адекватный. Врач обязан просто посмотреть государственный реестр лекарственных средств и сказать о том, что есть три препарата, которые фармацевтическая субстанция из Индии. Что они стоят по это самое. Он не должен, конечно, рассказывать, там, не должен говорить, выкупите Озон там, выкупите Амдал. Нет. Он просто должен сказать, что это примерно одно и то же, но разница в цене может достигать 1700 рублей. Но это же очень значительная цена. Еще один пример из того же, из той же оперы. Есть у нас славянский репепрозол из Словении. Есть испанский завод в Аргентине. Это испанская компания. Синтон, мы об этом будем говорить, который построил завод в Аргентине. Там производят репепрозол, который называется Ролотекс. Разница в цене, вот обратите внимание, 1400 рублей. И дальше у многих наших людей, то есть понятно, что Ролотекс дешевле на 1400 рублей. Подчеркиваю, это очень важно. Задает вопрос. Так как нам обычным людям понять? Может в Словении фармацевтическая субстанция более качественно изготовлена, и за нее стоит платить? То есть фармацевтическая субстанция в Словении изготовлена, в Словении же сделан препарат, фармацевтическая субстанция испанская, и в Аргентине сделан препарат. Итак, может быть, в Словении фармацевтическая субстанция более качественная, и за нее стоит доплатить. Что я говорю людям в таком случае? Смотрите, давайте по своей зарплате. Если вы считаете, что вы можете выкинуть 1400 рублей, потому что вам не нравится испанская фармацевтическая субстанция в Аргентине, произведенный препарат, ну, пожалуйста. Если вам нравится славянский препарат, и у вас есть возможность по зарплате заплатить 1400 рублей, ну, пожалуйста, платите. Каждый платит самостоятельно. Но я считаю, что больных надо об этом информировать, что есть вот такой препарат, есть такой препарат, что различие в цене достигает 1400 рублей. Это очень-очень значительная сумма. Ну, и теперь, если мы сравним вот это, опять же, Тинтоновский, опять же, Ролотекс, испанский завод в Аргентине, 2294 рубля. Ну, сами понимаете, я слайд и слайд, повторяю, это тоже слайд. Цена, как вы понимаете, будет меняться в наших обстоятельствах. Вряд ли она будет платить, скорее всего, она будет расти. И есть индийский, помните, я про них рассказывал, ламдаал, арипризол, арипипрозол. Тоже, между прочим, дороже, дороже, я подчеркиваю, чем вот эта вот испанская субстанция, в Аргентине сделанная таблетка. И нас спрашивают тут же вот такой вопрос. Это уже, конечно, не наши зрители, это спрашивают люди, которые работают на фармацевтических компаниях. Какие основные доказанные минусы у субстанции арипипрозол производства Индии? Возражение у врача по поводу Индии. Если препарат с данной субстанцией работа, перевожу. Приходит медицинский представитель к врачу и говорит, вот у нас есть арипипрозол, который называется Орлатекс, который дешевле на 2200, испанский завод, построенный в Аргентине, производит препарат. А он говорит, ну и что, что пациент принимает, предположим, там, я не знаю, озоновский арипипрозол, который, фармацевтическая субстанция, производится в Индии. Ну и что? Он же все равно работает. Слушайте, ну давайте так вот, давайте будем честными. Вот, конечно, он работает, да? Я ничего не имею против. Но он стоит на 1400 дороже. Ну вот что вот, почему, я не знаю, как вообще вот такие мысли у врачей рождаются. Ну почему больному не подсказать, что есть способ дешевле лечиться? Что тут вообще, собственно говоря, почему врач не хочет об этом вообще даже думать? Типа, ну вот если помогает, то и ладно. Ну и пускай он платит это самое на 1400 рублей больше. Ну что это такое? Теперь давайте по существу, по поводу индийского качества. Еще раз хочу подчеркнуть. Еще раз и еще раз. Я ничего не имею против индийских производителей фармацевтических субстанций. В Индии 10 тысяч фармацевтических компаний, которые производят самые разные по качеству фармацевтические субстанции. Есть гиганты, мы о них тоже рассказывали. Ну никто просто не смотрит этот плейлист. Мы рассказывали об индийских фармацевтических гигантах, которые вышли на дно, вышли на рынок Соединенных Штатов, которые там поселились, которые там торгуют препаратами, которые находятся под контролем американской ФДФ, Унедрак Администрейшн, которые контролируют. Есть такие, я ничего не говорю, все это есть. Понятно, что скорее всего у них там контроль качественного. Но есть и другие, про которые вот, например, известно. Обратите внимание, ссылка. Лучшие страны-регионы, куда Heterolabs Limited поставляет продукцию. Какие это лучшие страны? Это Мексика и Колумбия. Ничего опять же не хочу сказать. Может быть это действительно лучшая стратегия для продвижения фармацевтических субстанций этой компании. Ну вот возникает вообще-то некое такое странное ощущение. Ну что это за фармацевтическая компания, которая вот преимущественно поставляет свои препараты в эти страны. Теперь давайте вот мы будем говорить, мы уже говорили о компании Синтон, которая испанская компания, которая является транснациональной, которую есть отделение в Соединенных Штатах, в Мексике, в Аргентине, в Чили, в Испании, в Чехии, в Нидерландах, в России и Южной Корее. Ну кому я доверю больного? Значит вот компании, которая поставляет свои препараты и фармацевтические субстанции в Колумбию и Мексику, или здесь тоже, кстати, Мексика есть, или поставляют в Соединенные Штаты, в Аргентину, Чили, в Испании, которые там работают на этих рынках. Ну я думаю, что выбор совершенно очевиден. Тем более, что этот препарат стоит дешевле, причем дешевле извините меня на 1400 рублей, потому что возникает такое ощущение. Ну вот смотрите, вот если врач, ну ну все равно, вот препарат действует и хорошо. Ну а вот что это вот с точки зрения больного? Вот у нас что, очень все богатые больные, что ли? У них что, есть возможность, вот как здесь, куда ты потратил все деньги, Карл Казино? Нет, все деньги потратил на Харип и Празул. Так можно же сэкономить на самом деле. Я вас поэтому очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, пишите комменты, ставьте лайки. Это очень важно, что вот знания, которые мы здесь преподаем, они распространяются по интернету. Поверьте мне, если вы овладеете этой методикой, при помощи государственного реестра и красных, простая и абсолютная методика, вы сможете выбирать самые разные препараты. Это вопрос жизни и смерти, это вопрос вашего кошелька. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ну пусть все это знают. Хотите стать спонсором нашего канала, мы оба были бы очень рады. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдете реквизит еще. До новых встреч.